Здравствуйте, как вы относитесь к технике Холо-Поно-Поно? Техника Холо-Поно-Поно, великолепная техника, но одна из особенностей в этой технике заключается в том, что человек должен попросить у кого-то прощения. Я не могу сказать, что данный метод является мегаэффективным, но я хочу сказать, что он мега раскрученный и мега распиаренный. И второе, метод Сильва аналогично, мега раскрученный, мега распиаренный, но я не могу сказать, что он мегаэффективный. Хотя метод Сильва является одной из разновидностей просто абсолютного объяснимого приема, который называется сугестия, самовнушение и гипноз. То есть это одна из разновидностей гипнотического транса, который вот таким образом интерпретирован и назван методом Сильва. Он, кстати, запатентирован. Ну, знаете, методов, которые были запатентированы, их очень много можно придумать. Вот смотрите, метод Сильва, где человек своим сознанием как бы ощупывает, расслабляет определенные места, после этого ставит себе определенную программу. Второй такой метод, который можно запатентировать, это метод, допустим, такой знаменитый ключ Агеева есть. Это когда человек в тот момент, когда ему хорошо, выполняет приятное движение, которое возникает в нем само по себе, запоминая более это приятное состояние. И в тот момент, когда у него появляется какое-либо... То есть что он делает? Он ставит акцент, объединяя синаптические движения, расслабляющее его в тот момент, когда ему приятно, включая у себя реакцию сознания на данное движение. И в тот момент, когда у человека появляется что-либо, страх или там ему необходимо быстро изменить восприятие мира, он может начинать делать вот это движение пальцем, или делать движение рукой, или делать движение туловищем. И таким образом синаптически сформированная идея того, что это все приведет к расслаблению и к приятному, комфортному состоянию, переключает его. Об этом... И это не новинка. Об этом писал Карл Юнг. Основатель этого всего был вообще Фрейд. Потому что именно Фрейд говорил о том, что сознание с телом каким-то образом между собой неоткровенно соединены. Что-то между ними есть. И Карл Юнг, его ученик, сказал, между ними есть мост. И об этом мосте первый раз сказал Фрейд. Он сказал, этот мост под сознание. А Юнг сказал, не только под сознание, там еще сны. Поэтому мостом этим является для коммуникации человека еще и так далее. И для того, чтобы сознание могло напрямую воздействовать на физическое тело, нужно пройти каким-то образом вот этот подсознательный мост. И из этого уже идут целый ряд психотехник, которые вот таким образом могут работать. Их можно за час напридумывать 50 тетрадок. Как это использовать, зная сам механизм. Поверьте мне, ну там, что в голову взбредет. Там Сергей Викторович Ковалев в книге своей, которая называется «Как излечить наркотическую зависимость» дал объяснение двух отделов по Бендлеру, скорее всего, дал объяснение двух отделов мозга. То есть в нашем мозге всегда существует два отдела. На самом деле он чуть-чуть был неправ, это не так. Потому что там у нас работает чуть-чуть все по-другому. Ну ладно. Он просто пытался объяснить, как работает центральная нервная система. Я уже там через гормоны все как физиолог. Там нуклеус оккумбинск, и там дофамин, серотонин, и там окситоцин, и так далее. Но как бы не углубляясь в эту тему, я расскажу, как он это все говорил. Он говорил, что у нас в мозге есть всегда тормозящие и возбуждающие компоненты. Я с этим согласен. Об этом писал Александр, и Юнг тот же писал. Ну много было психологов, которые об этом говорили. И два этих, одно возбуждающее, а другое тормозящее действие, которое может создаваться в сознании, они не могут одновременно друг с другом работать из-за того, что должно либо одно отвечать, или другое, как Пирогов в свое время сказал, должно быть более акцентировано либо рефлекторный отклик, либо одного действия на какой-либо рефлекс, либо другого. Так у одного человека происходит во время испуга, торможения, а у другого агрессия и действия. И вот развивая эту тему, он сказал, смотрите, когда у человека появляется ощущение в виде воспоминания, которое он ощущает, это в виде там страха, то он должен взять и нажать на какую-нибудь точку на левой ноге, а потом взять с правой стороны и вспомнить что-нибудь хорошее, и нажать на симметричную точку с правой стороны. После этого нажимая с левой стороны, «Ой, вот мне было плохо», а потом сразу «Ой, мне было хорошо», а потом двумя пальцами, помните это видео, когда обучение танцам было, такой за один рубль девицын продавал билеты. Одной ногой сначала бычок, потом другой ногой бычок, а потом двумя ногами. Ну вот он где-то, видимо, смотрел такое видео, и оно подсознательно повлияло на Сергея Викторовича Ковалева. И именно так это сработало, то есть сначала вспомни об одном чем-то плохом, нажми на одну точку, а потом вспомни о чем-то хорошем, нажми на другую точку, а потом ни о чем не вспоминай и нажимай обе. Как это будет срабатывать? Получается синапс, формирующий у человека компенсирующее состояние счастья, и синапс, который отвечает за возбуждающее состояние страха, они начинают друг с другом конфликтовать, фактически разрушают друг друга. В тот момент, когда человек объединяет их с рефлексом, нажимая с одной стороны и на другую сторону. Что там еще у Ковалева интересного такого? Ну, сама идея Ковалева, она заключается в том, что человек может, как в буддизме там рассказывает, может выделить из себя структуру своего эмоционального двойника. Эта структура своего эмоционального двойника, она может быть отделена. Ну, это не новинка, это как бы древняя такая наука, и не является совершенно, даже отдаленным нейролингвистическим программированием Бендлера и Холла, но флаг, как говорится, всем в руки, и с чем это едят, сейчас объясню. Он говорит, вот тебя что-то беспокоит, тебя это тревожит, отдели это от себя, и найди это где-то вне себя, сделай что-нибудь с этим. Согласен? Абсолютно согласен. Вот то, о чем он говорит, это старо как мир. Это ну прямо даже не начало психологии, а древняя психология. Когда пробовали таким образом с человеком работать люди, которые пробовали объяснить до психотипов, до возникновения формирования психотипов общества или каких-либо вообще знаний психологии, это прям примитивная, примитивная до-юнгианская психология. Но пусть это тоже существует. Но можно ли сказать, что метод Сильва? Ну можно сказать так, метод Сильва является методом, разновидностью гипнотических методов? Ну вот так как-то. Нет, нет, я не хочу сказать, что что-то правильно, что-то, и я даже не хочу обвинить в том, что там Ковалев слезал или Сильва у кого-то. Ну нет, 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 нет. И я не самый умный, я вообще обычный человек. И ну я ни при чем. Это просто, знаете, я даже не обвиняю, говорю, да, это метод Сильва. Да, метод Сильва, молодец. Ковалев придурал. Да, Ковалев придурал тоже. Но он же это слезал у кого-то. Ну так и что, слезал и молодец. Главное, чтобы его совесть не мучила. Ни одного, ни второго. А я не их совесть. Это им с этим придется жить. Мне-то что? Я там, я тоже пользуюсь. Спасибо. Если бы не было Ковалева, я бы об этом не знал. Ну знал бы на самом деле.